Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Губерния 33. С вами Илья Лопушенко. Здравствуйте. Модернизация федеральной трассы М7 Волга на территории Гороховца мешает развитию города как туристического объекта. Об этом сегодня на совещании в Белом доме сообщили местные власти. Они просят построить дорогу в обход города. Куда еще по плану должна свернуть М7 и почему не все муниципалитеты этому рады, расскажем прямо сейчас. На совещании в Белом доме главы муниципалитетов сразу трех районов. Из Камешкова, Гороховца, Владимира и представителей Упордор, Москва, Нижний Новгород. На повестке дня модернизация уже существующей федеральной трассы М7 Волга. Задача дорожников сделать трассу безопасной, с хорошей пропускной способностью. Но это не всегда совпадает с удобством для жителей. Так, в Гороховце были убраны наземные пешеходные переходы. Но люди продолжают переходить опасную дорогу в привычном месте. В прямом смысле перелезая через новое ограждение. Власть Гороховца считает, что модернизация М7 будет препятствовать развитию города как туристического объекта. Строительство петель и разворота с обеих сторон города на расстоянии более 3-4 километров в удаленность в сторону нижнего. Что плечо возрастает чуть ли не до 5 километров, чтобы попасть с одной части города на другую. С учетом роста у нас этой протяженности проблемы возникают по линии МЧС, по поставке детей на подвозе в школу. Представители Упердор Москва и Нижний Новгород подчеркнули, что этот вопрос на особым контроле. И отметили строительство объезда вдали от Гороховца в приоритете. Более того, от этого плана никто не отказывается. Соответственно, поддержка губернатора и полпреда, ну, соответственно, вынесение на правительственную комиссию у нас возражений нет. Но, чтобы все понимали, это довольно-таки призрачная и долгая перспектива. То есть строительство, вернее, проектирование это в среднем где-то два года. И пусть оптимистично еще два года, не считая, грубо говоря, этот год. К реализации проекта приступят в 2025 году. Ну, и это в лучшем случае. В Рио заместитель губернатора Роман Гадунин, в свою очередь, поручил коллегам совместно с администрацией Гороховецкого района в ближайшем месяце разработать детальный план решения этой проблемы. Точно она там не ближайшая перспектива. Но мы же работаем на наших потомков, Сергей Дмитриевич. Просьба департамент транспорта подключиться тоже, подготовить предварительные заключения по этому обходу. Узнаем, что уже вопрос поработался. Деньги, проектирование. Ну, то есть надо спланировать. План нужно ставить. Планы дорожников по изменению схемы движения по трассе М7 тревожат и жителей Камешковского района. Там планируется строительство разворотной петли недалеко от деревни Маренко. Она необходима для заезда на мусорный полигон, а также в село Воскресенское и деревню Пирогова. В результате протяженность дороги увеличится, и жители будут вынуждены больше платить за проезд. И это не единственная проблема. Мы просим, чтобы нам оставили и обустроили эти два остановочных пункта и, соответственно, пешеходный переход. Потому что, чтобы попасть в деревню либо Маренко, либо Пирогова, людям нужно проехать или пройти пешком. Это примерно где-то около 16 километров. Есть проблемы с реконструкцией М7 в черте города Владимира. На улице Лакина, возле дома номер 175, необходимо обустроить пешеходные дорожки. Сейчас дачники из местного садоводческого товарищества вынуждены перебегать трассу, что небезопасно. Все предложения дорожники выслушали и готовы их решать. Если потребуется, они готовы изменить план большой дорожной стройки. Ольга Эльфимова, Наталья Забнина, Олег Маньков, Губерния, 33. Общественники из народного контроля проверили качество топлива на автозаправках Кольчугинского района. Всего активисты взяли на пробу бензин с 7 АЗС. После лабораторных исследований станет известно, нарушает ли предприниматели закон. Также в ходе рейда эксперты узнали, какие дороги районного центра требуют экстренного ремонта. Подробности в материале Константина Миронова. Первой стала заправка на въезде в Кольчугино. Общественники взяли на контроль два вида горючего. Проверяют дизельное топливо и 92-й бензин. АЗС попала в поле зрения активистов после жалобы водителей в социальных сетях. Проверяет народный контроль не только топлива, но и документы на него. Мы можем с вами встретить маркировку, к примеру, топлива Евро-5, но это уже редко. А на самом деле у нас будет какое-то тут бодяжное топливо. Или мы увидим с вами маркировку уже именно судового топлива. Это судовое топливо сегодня низкого качества. Содержание серы превышает в тысячу раз. С документами на этой заправке все в порядке. А вот топливо проверят в специальной лаборатории. Зачастую оказывается, что под видом качественного бензина продают подделку, которая может навредить не только автомобилю, но и экологии. На АЗС заверили, что подобным здесь не занимаются. На качество бензина нет. Единственная жалоба, то что мы закрытые заправки, у нас нет кафе и туалет. Вот единственная жалоба. А так на качество бензина нет. Никто не жаловался, еще ни одного человека не было такого. Вот я три года здесь работаю, за три года нет. Водители подтвердили, на этой заправочной станции никогда не было проблем с качеством топлива. Дмитрий заправляется здесь уже два года. Я думаю, что на всех заправлялся бы. И оттуда уже были бы, наверное, более объективная такая картина. Сталкивался бы я с некачеством плюма или нет. Но вот именно на этой заправке не сталкивался. Последние, вот, наверное, два года на других заправках вообще не заправлялся. Объектом контроля стала и дорога на улице Вокзальная. Она требует ремонта уже более десяти лет. Ямы замеряют специальной линейкой. Если глубина будет более пяти сантиметров, то исправить ситуацию должны в течение недели. На этой дороге глубина ям в некоторых местах достигает даже девяти сантиметров. Плохая очень. Может, поделать бы надо, конечно. Ну, совсем уж. Понимаем, что грузовики тут всегда все есть. Ну, поделать надо бы. А как давно здесь такая дорога? Я здесь первый раз проезжаю. Ну, давно я так видна. Все результаты замеров дорожного покрытия общественники отправят в областную госавтоинспекцию. После этого местные власти по предписанию будут обязаны восстановить асфальт. Граждане Кольчугино обратились с просьбой проверить и принять какие-то меры по некачественным дорогам. В частности, мы были на улице Вокзальная. Вот сейчас мы находимся на улице Ломака, где мы видим, что все печально и дороги действительно разбиты. Результаты проверки топлива с заправочных станций Кольчугинского района будут готовы в течение недели. Их и как другую информацию после каждого рейда активисты народного контроля публикуют на своем сайте. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния, 33. Продолжаем выпуск. На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено еще 34 случая заболевания коронавирусом. Число пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе с начала пандемии, выросло до 7 тысяч трех человек. Лидирует по суточной прибавке город Владимир. Девять новых случаев заболевания. Восемь пациентов с коронавирусом выявили в Александровском районе. Пять в Ковровском. Четыре новых случаев зарегистрировали в Юрьевпольском районе. По три в Петушинском и Суздальском. По одному новому пациенту в Судогодском и Гороховецком районах. Ни одного заболевшего за минувшие сутки не выявили в 10 муниципалитетах области. Выздоровели 15 жителей региона. Новых летальных случаев не зарегистрировано. 91 протокол об административных правонарушениях сотрудники регионального управления Роспотребнадзора составили на жителей области, которые не сообщили о своем возвращении из-за границы и не заполнили анкету на портале госуслуг. Сделать это путешественники должны в течение трех дней после прибытия. Административные материалы направлены в районные суды для принятия решений. Теперь этим гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. А если выяснится, что вернувшиеся из рубежа причинили вред здоровью других людей, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей. Один на 10 тысяч ежегодно в России выявляют сотни людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. В Владимире живут всего три донора костного мозга, которые уже сумели помочь тяжело больным пациентам. На днях они отметили свой профессиональный праздник. Подробности в нашем специальном репортаже. Мы искали Илью Петрова несколько дней. Он один из трех доноров костного мозга, которые живут во Владимире. В регистре Илья значится с 2017 года. Донор готов помочь выздороветь любому незнакомому человеку. Человек, естественно, я не знаю, кому это помогало, но то, что для человека это был шанс выжить, один из шансов на жизнь. В этом не вижу ничего сложного, больного и прочего. То есть никак на здоровье не отражается. Костный мозг – это мягкая ткань внутри костей, где образуются новые клетки крови взамен отмирающих. Его пересадка от донора требуется людям, которые страдают заболеваниями крови. Существует два способа получения клеток. Первый, самый распространенный – взять их из крови. Об этом Михаил Ушаков узнал случайно. Сдал анализы и стал уникальным донором костного мозга. Я не знал, а у меня оказалось, что геном очень редкий. Я как донор очень нужен, но пока никому не понадобился. Все считают, что надо из позвоночника пункцию вынимать, еще что-то. Мне кажется, надо больше информировать людей. Сам забор клеток похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Но найти донора костного мозга непросто. В российской базе всего 100 тысяч человек. Для сравнения, в Германии – 6 миллионов. Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Чтобы попасть в регистр, нужно всего лишь сдать немного крови. А генетический близнец, которому нужна помощь, может найтись в любое время. Совместимость костного мозга двух неродных людей – большая редкость. В среднем это шанс один к десяти тысячам. Волонтеры говорят, что граждане практически ничего не знают о донорстве костного мозга. У нас волонтеры-медики занимаются тем, что они эти мифы развеивают. Они приходят и в трудовые коллективы, и в школы, и в образовательные учреждения, уже высшего и среднего звена, и рассказывают популярно, что это не страшно, что это не больно. По словам общественников, заграничный донор обойдется в сумму от 2,5 миллионов рублей. Чтобы привлечь внимание соотечественников, включая жителей нашего региона, к редкому виду донорства во Владимирской области работают просветительские проекты. Начинаем вообще с АЗОВ. Вы знаете, когда мы пришли на детей прямо от младшего школьного возраста, и когда мальчишка подходит к папе большими, огромными глазами и говорит, папа, а ты будешь моим героем. Ну вот, понимаете, вот с этого надо, вот так это работает. По-другому никак, только вот глаза в глаза. Главная проблема – отсутствие финансовой поддержки на федеральном уровне, поэтому во всех региональных базах страны доноров в пять раз меньше, чем требуется. Если будет большая федеральная программа, значит, естественно, в разы можно увеличить этот реестр, и, естественно, будет гораздо проще лечить такие болезни, как лейкозы, ну, ряд других заболеваний, которые лечатся пересадками. Донорство костного мозга – дело добровольное. Во Владимире сдать биологический материал можно не только на станции переливания крови, но и в частных медицинских компаниях. Например, в лабораториях «Инвитро». Вся процедура займет не больше 10 минут. Кровь отправляют в исследовательские институты. Если житель области согласится стать донором, ему придется ехать в Москву, Киров или Петербург. Там он пройдет полное обследование абсолютно бесплатно. Наталья Забнина и Олег Маньков. Губерния. 33. И к другим новостям. Во Владимирской области взрывотехники ОМОН уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны. Подозрительный предмет на своем участке во время строительных работ обнаружил житель деревни Круглышево Александровского района. И о находке сообщил в полицию. На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. Взрывотехники обследовали предмет и установили, что ручная противопехотная оборонительная граната лежала под землей со времен Великой Отечественной войны. На ней специалисты увидели следы коррозии. А значит, снаряд мог взорваться в любой момент. Росгвардейцы транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его. Сегодня в Суздальском районе открылся приют для беременных и женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Центр станет временным пристанищем для мам, где они смогут получить бесплатную помощь от психолога и юриста, а также научиться новой профессии. Все подробности в нашем следующем материале. Три просторные комнаты с кроватями, колыбелями для новорожденных и игрушками. В каждой все необходимое для мамы и ее ребенка. В приюте даже есть кухня и ванная комната. Теперь одинокие женщины, оказавшиеся в непростой ситуации, смогут найти здесь помощь. Мы столкнулись с тем, что женщины, которые собираются делать аборт, то есть в основном это были женщины, которые не было жилья, не было к средств существованию. И мы взяли на себя такую миссию помогать этим женщинам, для того, чтобы они выбрали, делали выбор в пользу сохранения жизни. Раньше матерям общественники помогали снять жилье или отправляли их в другие областные центры помощи. Иногда одиноких женщин брали к себе волонтеры. Сделать приют для беременных благотворительная организация «Покров семьи» планировала давно. Но это стало возможно только после победы проекта в конкурсе президентских грантов. Общественники выиграли 6 миллионов рублей. Реализовать идею помог координатор общероссийского движения «За жизнь» Сергей Чесноков. Дело в том, что когда женщина приходит на консультирование, приходит в консультацию, и если оказывается, что она хочет сделать аборт, то это означает, что у нее есть какие-то проблемы. И специалисты задают вопросы, что, чем можно помочь. А для того, чтобы уже можно было помочь, нужно, чтобы была материально-техническая база. Вот сейчас в Владимирской области такая материально-техническая база создана, это приют. Благотворительная организация работает не только с одинокими и беременными женщинами. За продуктовой и гуманитарной помощью могут обратиться и многодетные семьи. Наталья Царева – мать пятерых детей. В центр в основном приходит, когда нужно отлучиться по делам, а детей оставить не с кем. Сейчас семьи, они в основном даже вот где-то одна мама воспитывает, да, где-то у кого-то дедушек, бабушек не хватает, тети, дядь. А дети, они все воспринимают, им нужно очень много информации, нужно знать, что, например, вот там дядя занимается тем-то, там тетя там тем-то. Им хочется все узнать, все везде посмотреть. И центр, он как бы восполняет этот недостаток. Общественники помогают многодетным и малоимущим семьям, одиноким женщинам и беременным уже третий год. За это время здесь появился гуманитарный склад с вещами и продуктами. А с этого года начал работать приют. В ближайшей перспективе его планируют увеличить еще на две комнаты. Оксана Любимова, Елена Павлова и Егор Герасимов. Губерния, 33. В суток, где прошел этноэкологический фестиваль «Синеборья», масштабный проект реализовали на средства гранта Российского фонда культуры. Он стал подарком к профессиональному празднику работников лесопромышленной отрасли. Кто стал почетными гостями и какой новый музей появится в Судогодском районе, расскажут мои коллеги. Тематические площадки с театрализованными концертами, выставками и мастер-классами. На праздники выступили лучшие творческие коллективы региона. Фестиваль собрал не меньше тысячи судогодцев и гостей города. Но прежде всего этот праздник был адресован работникам лесного хозяйства области. У нас самая совершенная система мониторинга пожарной обстановки, самая объемная система тушения лесных пожаров. И мы один из немногих субъектов после Тверской области, мы вторые по количеству создаваемых лесных культур. Ну и отношение к нам со стороны федерального центра тоже говорит об этом. В канун профессионального праздника администрация региона передала лесникам 13 автомобилей повышенной проходимости стоимостью 7 миллионов рублей. Заслуги профессионалов отрасли не остались без внимания Белого дома. На праздники отметили самых лучших специалистов. Лес – это наше богатство, это легкие планеты, поэтому мы должны беречь и сохранять. Для нас это для каждого долг. Но те люди, которые здесь присутствуют и для которых это призвание и образ жизни, естественно, мы благодарны им за то, что они сохраняют его, любят, заботятся и, соответственно, оставляют нашим потомкам. Гости фестиваля также считают, что этот праздник – хорошая возможность напомнить о важности труда работников лесной отрасли. Именно такие мероприятия позволяют показать, что есть профессии лесного хозяйства, что они не какие-то там древние, старые, как привыкли люди думать, а они сейчас есть, актуальные. Именно в Судогодском районе жил один из крупнейших лесопромышленников России Владимир Храповицкий. Работал здесь и знаменитый специалист Карл Тюрмер, который в конце 19 века высадил уникальный искусственный лес. Поэтому фестиваль назвали «Синеборье». Мы сделаем музей леса, потому что не рассказать о традициях лесного хозяйства, не рассказать о легендарном Карле Тюрмере, о его зяте Герле, не рассказать о тех замечательных ландшафтных дизайнерах, которые работали здесь, невозможно. И мы, конечно, будем работать в тесном взаимодействии и с департаментом лесного хозяйства, и с лесотехническим техникумом. Такой фестиваль в Судогде проводится впервые, хотя День леса здесь отмечали с советских времен, только в этом году это стало по-настоящему значимым крупномасштабным событием. Фестиваль этот есть часть того, что напоминание о том, что человек – это часть природы. И экологичность отношений природы и человека, она стоит в основе всех наших честных взаимоотношений. И поэтому мы всех рады и приветствуем на нашем замечательном фестивале в удивительном городе Судогда. На десяти интерактивных площадках гости фестиваля могли принять участие в разнообразных мастер-классах, в том числе познакомиться с народными ремеслами. Ну принцип такой – левая рука внутри, правая снаружи, напротив друг друга. Опускаемся вниз на дно, поджимаем глину и идем снизу вверх. Масштабный проект решили проводить ежегодно. Власти района планируют сделать фестиваль еще более зрелищным, чтобы привлечь внимание туристов. Народу нравится замечательный праздник, да, и в следующем году он будет проходить более масштабный. Возможно, он выйдет за рамки Дня леса и станет самостоятельным, значит, замечательным праздничным продуктом. Четыре года назад праздник леса в Судогде стал призером регионального этапа конкурса национальной премии Russian Event Awards. В новом формате проект точно завоюет признание экспертов. Ирина Ачера, Константин Миронов, Мария Миличенко, Губерния 33. Первое переиздание за полтора века. В палатах Владимира Суздальского музея-заповедника состоялась презентация уникальной книги, автором которой являются и романах Иоасав Гапонов. Как отмечают историки, в Суздальском Спасе Ефиме во монастыре он был в изгнании, но жизненные неурядицы не ожесточили его. Наоборот, он создал труд, из которого можно узнать об утраченных ценностях и памятниках архитектуры нашей области. Многое из того, что зафиксировано в этом описании, уже не дошло до наших дней и давно исчезло. И об этих предметах, об этих памятниках истории и Владимирской церковной старины мы можем судить теперь только потому, что они засвидетельствованы, задокументированы в этой рукописи. Работа иеромонаха посвящена церковно-историческому и статистическому описанию Владимирской епархии. Уникальный справочник середины 19 века издали тиражом всего 350 экземпляров. Специалисты считают, что редкая книга будет интересна не только историкам и краеведам. Ее главным героем выступает в том числе сам монах Иоасав, увлеченный исследователь и талантливый литератор. Слог у него легкий, литературный. Он этим литературным слогом, можно сказать, профессионального литератора, он стал описывать древности. И вот это сочетание уникальных фактов и литературных достоинств делает эту книгу, во-первых, легко читаемой, а во-вторых, интересной для современного широкого читателя. Молодые политики сыграли в футбол. Во Владимире прошел товарищеский мини-турнир, который объединил самых спортивных представителей разных крыльев политических партий, в том числе представленных в облпарламенте. Организовали соревнования членам молодежной думы при законодательном собрании Владимирской области. Какая команда больше всех забила мячей, расскажем прямо сейчас. Выйти, выйти, Назар, выйти! Вместо белой рубашки и галстука, спортивная форма и мяч. В футбол играют не профессиональные спортсмены, а молодежь, представляющая разные политические партии. Для поддержания боевого духа команд на стадион пришли десятки болельщиков. Среди самых активных заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области Сергей Корнишов. Выяснилось, что он преданный поклонник футбола. Отличное мероприятие проводит наша молодежная дума при законодательном собрании Владимирской области. Турнир по мини-футболу, где сегодня мы видим разные политические партии и силы, которые сойдутся в честной борьбе на спортивной арене. Мини-футбол – командный вид спорта, поэтому на поле полное взаимопонимание между игроками и настоящий спортивный азарт. Игра получилась очень техничной. Спортсмены-политики показали неплохую игру, пасовали через все поле и обманывали соперников хитрыми финтами. Мы считаем, это очень хорошее объединяющее спортивное мероприятие после выборной кампании, где на поле могут в спортивной обстановке в хорошем настроении встретиться молодежь разных политических взглядов и сыграть в такую прекрасную игру, как футбол. Спорт для каждого из них – норма жизни, а футбол отдушина после тяжелых трудовых будней. Инициаторами и организаторами товарищеского турнира стали активисты молодежной думы при областном законодательном собрании. Они считают главной цель таких спортивных встреч в объединении. Здорово, что сегодня вот так сложилось, что в мой приезд еще удастся поиграть в составе команды города Владимир или даже Владимирской области. Это очень радушно. И я уверен, что когда молодежь будет собираться больше на таких спортивных мероприятиях, конечно же, наша сила духа, бодрость, она только будет расти. Отлично, отлично. Теперь хочется услышать болельщиков. Команда Молодежной Думы! Игра получилась динамичной и захватывающей, щедрой на яркие моменты. Подобные турниры ребята планируют проводить регулярно. Члены Молодежной Думы намерены на следующей игре показать себя еще лучше и взять золото. Илья Лопушенко, Наталья Замнина, Губерния 33. И это были все главные новости за сегодня. А я с вами прощаюсь и передаю слово своему коллеге, ведущему программы «Здесь и сейчас» Илье Архипову. Илья, приветствую. Добрый вечер. О чем сегодня пойдет речь в программе? Как создается общество для всех возрастов после рекламы? Не переключайтесь.